Что-то новое происходит? Нет, ничего нового вообще в этой жизни не происходит. Вот есть рабочие социальные технологии, именно рабочие социальные технологии, системы манипулирования. Безмозглый, тупорылый, попуасский вождь с большими пучными пырями в жопе. Обезьяна. Тебе надо как-то им манипулировать. Ты ему дал зеркальце и стеклянные бусы? Всё. И ты можешь делать с этой обезьяной всё, что ты хочешь. Он готов на любую херню за зеркальце и стеклянные бусы. Уже с ним ему расскажут сказку о том, что он сможет передать власть по наследству своим детям. И сохранить вот эти зеркальца и стеклянные бусы, передать их по наследству своим детям. Всё. Они готовы на любые преступления. На турнир сведутся любители шахмат со всего мира. Сотни тысяч богатых иностранцев хлынут в асюки. Это работает универсально на протяжении столетий. С популацкими враждами работает как со скотом. Как с безмозглыми тупорелыми обезьянами, не способными просчитать свои действия на два хода вперёд. И они ведутся. Если они ведутся, они попадаются на эту удочку и абсолютно спокойно ими манипулируют, как хотят. Зеркальца и стеклянные бусы очень хочется. И передать власть по наследству своим детям очень хочется. Вначале имеют те процессы, которые были запущены западными партнёрами. Вот они запустили определённые системные процессы, которые приведут к замене правящих группировок. Вот эти люди будут полностью уничтожены, их место займёт тот и другой. И здесь всё начнётся строиться по-новому. Вот это важно. А Украину это не важно. Есть то, что видят люди разумные. То есть они видят, они это понимают, они на это ориентируются. Факты, цифры и, соответственно, логические цепочки. Это вот для разумных людей существует. Это одна сторона реальности, которая находится за гранью понимания не просто большинства. А 90% людей вообще не понимают, что это такое, с чем это идёт, для чего это существует. То есть они этого никогда не видели и никогда не увидят. И есть вот этот информационный мусор. То есть вся вот эта вот Украина, экономика, политика, идеология, религия и так далее. То есть это всё информационный мусор, он для людей, которые никогда в жизни не думали. Они оценивают ситуацию как обезьянки, как животное. Вот это хорошо, это плохо. Это правильно, это неправильно. Это наши, это чужие. Мышление нормального, здорового животного. А тот информационный фон, который вас окружает, он настроен как раз именно на интересы вот этой массы. Подавляющее большинство людей на планете. 90%. Только условно этих людей можно назвать людьми. Потому что у них нет собственного мышления. У них нет собственного мнения. Их мнение формируется сверху. Их мышление формируется сверху. Их поступки формируются сверху. Ничего нет своего. То есть это просто стадные животные, которые ведут себя так, как принято вести себя в стаде. И не больше. В реальность никто из них никогда не заглядывал и не собирается. В этом нет никакого смысла для них. Для чего? Что им это дают? Каждая обезьянка должна жить так, чтобы быть не хуже других. На своем уровне. Их этому дрессируют с детства. Любой человек, который хочет быть лучше других, воспринимается обычными вот этими обезьянками, как отклонение от нормы. И задача любой нормальной здоровой обезьянки, любого вот этого человека, который старается быть лучше других, его надо, ну как минимум, в него надо плюнуть. Ударить, если есть возможность. Желательно его затоптать толпой, если такая возможность появляется. Это нужно делать в обязательном порядке. Мы не хуже других, а он хочет быть лучше других. На основании чего? Кто он такой-то? Природное формирование лидера. От природы лидер формируется через систему запретов. Через социальное давление. Любого человека, который претендует на роль лидера, его надо заплевать, его надо побить. Желательно, если есть возможность, его надо убить. Это разумно и правильно. Ты в данном случае, любая стандартная обезьянка, она именно этим и руководствуется, когда делает что-то вам плохо. Вы относитесь к этому спокойно, они все делают правильно. Давайте немножко шаблон с головы на ноги переверну. Вы все представляете, что такое социальная пирамида? Ну, хотя бы условно, да? Стандартная вот эта социальная пирамида. То есть, основание пирамиды это народ. Вот на нем как бы все стоит. Потом сословие обеспеченных, сословие богатых и наверху там правящая верхушка. Попробуйте эту социальную пирамиду перевернуть. То есть, чтобы она стояла у вас не вот так, а вот так. Вся тяжесть пирамиды будет именно на эту макушку. Вся тяжесть пирамиды будет именно на эту небольшую правящую группировку. И в конечном итоге она будет упираться в одного единственного человека. То есть, фактически всю эту пирамиду держит на себе один-единственный человек. И на нем вся эта конструкция держится. Человек соблюдает баланс. Вот этот человек, который контролирует социальную пирамиду, несет ответственность за всю эту социальную пирамиду, он соблюдает баланс. Этот человек, он обладает какими-то сакральными знаниями или какой-то специальной подготовкой? Нет, конечно. Кунг-фу там еще что-то такое. Кунг-фу, зимнее твое. Нет, нет, нет. По психологии знания какие-то там, технические знания у него есть. У древних же вот, даже если мы посмотрим на фрески, там большие люди, которые за нитки дергают всех, кто ниже них находится по уровню. То есть, они обладают какими-то знаниями. Ты думаешь, это так сложно, что те, кто не обладает. Где дергать за нитки вот этих вот обычных многих обезьянок, это прямо вот какие-то тайные знания, что нет, это все есть абсолютно в свободном доступе. Все вот эти манипулятивные техники, они прекрасно изучены на протяжении столетий, они развиваются. Никто ничего не прячет. Пожалуйста, все. Все можно изучить, во всем можно разобраться, все можно понять. Да, безусловно, люди, которые находятся наверху социальной пирамиды, ну, фактически держат на себе вот эту социальную пирамиду, контролируют баланс, они обладают гораздо более высоким уровнем знания и понимания, чем обычные люди. Да, это безусловно так. Больше знают, потому что у них больше доступ к информации, чем у вас. Узнание как раз именно практически, да, вот, как это все реально работает. То, что обычному человеку, это недоступно. Обычному человеку с детства лучше быть рабом, это надо очень четко понимать. Вот обычного человека с детства дрессируют быть хорошим рабом. Это относится и к человеку из народа, и к человеку из соусловия обеспеченных, и к человеку из соусловия богатых, и даже к человеку из правящей верхушки. Большая часть из них, 90% правящей верхушки, это обычные рабы, которые не способны на самостоятельные действия, на самостоятельное мышление. Никаких самостоятельных решений применять он не может, даже несмотря на то, что он находится в правящей верхушке. Но он находится на позиции исполнителя, бездумного. Думающих людей только 10%. В каждом сословии только 10% думающих. Точно так же в правящей верхушке. Вот есть лидирующая группа, 10%. У них своя воля, свое мышление, состоятельные действия. Вот они контролируют баланс, они сохраняют стабильность социальной пирамиды. Вот это основа, те самые знания, на которых все базируется, на которых все держится. Когда человек находится вот в этом основании социальной пирамиды, и на нем стоит огромное количество людей, основа мышления у человека, то, что любое действие, оно вызывает такое огромное количество последствий, что прежде чем что-то сделать, надо 10 раз подумать. Не принимают никогда поспешных решений. Никогда. Никогда не принимаются решения на эмоции. Никогда. Эти вещи, они просто исключены. Какое-то эмоциональное решение, его не может быть. Какое-то поспешное решение, его не может быть. Решение принимается тогда, когда оно взвешено, собрана информация, понятны последствия те или иные от этого решения. Только после этого оно принимается и, соответственно, запускается в социальную пирамиду. Вызывает какие-то последствия на всех уровнях. Все зависит исключительно от лидеров. Уровня развития, уровня понимания того, кто находится на вершине социальной пирамиды. На ком все держится. Человеческие качества вот этого лидера, они определяют все. Хотите иметь сильное государство, должен быть сильный лидер. Проблема, например, нашей страны, она заключалась в том, что у нас вообще потомственной элитной группы нет. С одной стороны, огромный плюс нашей страны, нашей культуры, нашего государства. Это уникальный, варварский формат, который позволяет стремительно развиваться и точно так же стремительно деградировать. Новые технологии, они как-нибудь могут повлиять, изменить вот этот вот формат общества? Смягчить. Прозрачность финансовой системы и прочее, прочее. Повлиять нет, смягчить. Повлиять на людей ты не можешь. Они не меняются, они не обучаемы. Вот Ливуде двуногие говорящие обезьяны, абсолютно безмозглые. Из них только 10% способны думать своей головой, способны адекватно оценивать ситуацию. Большая часть из этих 10% она находится в низких сословиях, то есть в народе 10%. Вот если мы берем всю социальную пирамиду, то получается почти 7% лидирующей группы находится в народе. Маленькая прослойка в сословии обеспеченных, маленькая прослойка в сословии богатых, которая вообще мизерная. И прям вот малюсенькая группа людей в правящей верхушке, которые реально способны думать и действовать самостоятельно. Новый мировой порядок, насколько я знаю, он упраздняет государство. То есть будет общий, единый какой-то управляющий центр. Не будет. Почему не будет? Потому что не будет никакого нового мирового порядка. Это иллюзия. Вот тех людей, которые находятся в правящих группировках по всему миру, они на этой иллюзии базировались с 60-х годов 20-го века. По сегодняшний день они живут в этой иллюзии. Будет какой-то новый мировой порядок, будет галабаризация и так далее. Они бы очень этого и хотели, потому что это позволяет им сохранить наследственный статус, сохранить свои позиции на вершине общества и передать его по наследству своим детям. Этого никто никогда не допускал и этого никогда не допустит. Как минимум 400 лет все, что происходит на планете, контролируется из единого центра, из Европы. Но эти люди ничем не управляют. Они контролируют процесс. Прямо разницу между управлением и контролем. Получается, в любом случае будут какие-то местечковые управленцы сидеть в каждой стране? Безусловно. Монополия невыгодна. Я понял тебя. То есть это будет стимулировать конкуренцию между странами, между технологиями, между наукой и прочим. Конечно. Это именно так и работает. У тебя каждые 100 лет выразившимся и деградировавшим правящим группировкам рассказывается вот эта мулька о новом мировом порядке, о глобализации. Ты поинтересуйся. Вот 100 лет назад та же самая риторика была. Одним из идеологов нового мирового порядка и глобализации 100 лет назад был такой очень известный на тот момент человек, как Герберт Уэллс. Великолепный писатель. Тогда очень популярный человек. Машина времени. Нападение марсиан. И он как раз был одним из идеологов вот этого нового мирового порядка, глобализации и так далее. Он тоже разводил огромное количество вот этих вот местечковых, безмозглых хомячков, которые входили в правящие группировки того времени. Все эти правящие группировки были уничтожены к середине века полностью и заменены новыми. Они точно так же верили в глобализацию, точно так же верили в новый мировой порядок. Что-то новое происходит? Нет, ничего нового вообще в этой жизни не происходит. Вот есть рабочие социальные технологии, именно рабочие социальные технологии. Система манипулирования. Безмозглый тупорылый папуасский вождь с большими пышными пырями в жопе. Обезьяна. Тебе надо как-то им манипулировать. Ты ему дал зеркальце и стеклянные бусы? Все. Брось собаке кость. Найди слабое место своей жертвы. И дай ей немного того, чего ей так хочется. Шах. Таким образом соперник отвлекает свою жертву, пока накурчится в объятиях собственной жадности. Он готов на любую херню за зеркальце и стеклянные бусы. Уже с ним ему расскажут сказку о том, что он сможет передать власть по наследству своим детям. И сохранить вот эти зеркальца и стеклянные бусы, передать их по наследству своим детям. Все. Они готовы на любые преступления. Это работает универсально на протяжении столетий. С поплазкими вождями работает как со скотом. Как с безмозглыми туборелами обезьянами, не способными просчитать свои действия на два хода вперед. Чем масштабнее разводка, чем она древнее, тем проще ее провернуть. По двум причинам. Людям кажется, что разводка не может быть такой древней и такой масштабной. Не могло ведь так много людей повестись на нее. И они ведутся. За ним ведутся, они попадаются на эту удочку и абсолютно спокойно ими манипулируют, как хотят. Шахмат. Зеркальце и стеклянные бусы очень хочется. И передать власть по наследству своим детям очень хочется. Редактор субтитров А.Семкин